Мы решили продолжить радиопрограмму о фильме Кристофера Моглова «Начало» в таком частном формате. Проблемы, которые пытаются поставить в жизни, в реальной, встречаются гораздо чаще. Если кино – это фантастический сон, то он для того, чтобы стать популярным, всегда должен отражать реальность. Вот, например, история, которая выпала из видеосюжета. Это история про мою пациентку, которая была уверена, что ее начальник, ее любовник выйдет за нее замуж. Ну, как это часто бывает в жизни, этого не произошло. Этот мужчина предпочел начать намекать ей, что ей пора увольняться с работы. По всей видимости, подошла очередь какой-то следующей дамы. Такая обычная житейская история, если бы не случилось немного другого. Эта молодая женщина не окружила себя целой системой страхов. Для того, чтобы человек, кроме всего прочего, не был узнан, это страхи того, что она кому-нибудь может навредить. Она может задеть сумкой детей и их при этом покалечить. Ведь она боится, например, шприцов и острых предметов, которые могут внедриться в нее. И страхи эти все время растут. Это форма своего рода сновидения наявы. Она создает себе из страхов своего рода коробочку. Это коробочка несчастья. И в эту коробочку несчастья должен пойматься... Прямо вот так вот. В эту коробочку несчастья должен пойматься мужчина. Надо сказать, это всегда было худшим способом вернуть себе мужчину. Но, тем не менее, общераспространенным. Система страхов в этой ситуации как бы заняла место сновидения. Она тоже имеет эти страхи, имеют свою архитектуру. Инцепшн – это скорее внедрение. Та самая главная процедура, которой занят на протяжении фильма главный герой. Мы опасаемся типа инцепшн, поскольку они отражают наш с вами древний страх внедрения. Мы все время боимся, что наши мысли кто-то сможет прочитать. Мы все время боимся, что наши мысли кто-то сможет узнать. Мы все время боимся, что кто-то сможет нами манипулировать. Откуда берется этот страх? На самом деле, это тоже очень несложно. В действительности, это страх самого себя. Точнее говоря, страх внутренней пустоты. Кто-нибудь откроет коробочку, а там ничего нет. Или лежит дерьмо. Мы на самом деле смертельно боимся, что кто-нибудь узнает вот эту ослиную голову. Что кто-нибудь поймет, что внутри у нас ничего нет. Или есть гораздо меньше, чем мы пытаемся показывать снаружи. История с моей пациенткой. Почему я ее вспоминаю? Потому что историем таким не с числа. Кто-то, конкретный человек, являл собой ее уверенность в себе. Ее уверенность, ее женское обаяние, ее привлекательность сводилась к тому, что этот мужчина, несомненно, должен на ней жениться. Больше в коробочке ничего не было. Там не было ничего, что можно назвать самостоятельность. В нее положили какой-то камушек. Возникла ось самостоятельности. Камушек убрали. Она была вынуждена построить вокруг себя некоторый мир, за который стало цепляться. Мир страхов – это мир своего рода сновидения. Еще раз говорю, он даже архитектуру свою некую имеет. Очень интересно, что практически одновременно с фильмом «Начало», с разницей в полгода, на экранах появился другой фильм. Это последний фильм Мартина Скорцезе, который называется «Остров проклятых». Поскольку обе главные роли играют все тот же Леонардо Ди Каприо. Две истории, если хотите, про его сны или про его воображение. Вот этого как бы виртуального главного героя. Только в начале он играет человека, который выступает в качестве мастера сновидений. И этот мастер сновидений практически оказывается в ловушке, которая построила ему его собственное видение. В фильме «Остров проклятых» он играет человека, которому этот сон снится наяву и начинает определять целиком и полностью его реальную жизнь. Это состояние называется в психиатрии фугой. Фуга еще относилась к феноменам эпилепсии. Сейчас в советской психиатрии, по-моему, все состояния называются одним словом, словом шизофрения. А вот классические русские учебники очень много времени посвящали этому состоянию. Герой Ди Каприо, коп, он как бы управляет сном и выбирается из него. А в фильме «Остров проклятых» он уже этого сделать не может. «Гениальное кино» называется «Господин никто», а режиссер Жак Ван Дормаль, европейский режиссер, там главного героя даже зовут Нема, точно так же, как и герой фильма «Начало», и точно так же, как мы с вами. Оказывается, в среде подвижного воображения, где никак невозможно найти или определить точки, за которые можно ухватиться и окончательно сказать, что вот эта вот реальность, блестящий фонтан в русском переводе, который, мне кажется, было бы точнее перевести как источник фильма Дарына Ромовски, тогда же появился странный фильм Мишеля Гандри под названием «Наука сна». Это не очень известное кино. Суперпопулярные боевики и фильмы ужасов, и фантастика, начиная с самого Гарри Поттера, страшно даже сказать, они все равно ведь посвящены движению воображения в разных реальностях, правда? И мы с вами попали в какую-то ситуацию, в которой нас окружают тайны. Столько сказано о непрозрачности и таинственности так называемой экономики и бизнеса, что об этом даже не стоит говорить. Психологическая наука превратилась в науку тайн, которую никто не может объяснить. Психологи и мои коллеги, психиатры стали какими-то такими создателями снов, от которых все время ожидают внедрения в сознание и манипуляцию им. Хотя, в общем, мы-то этого никому не сообщали. С вами ведь действительно стали путешествовать по мир, по мирам чьих-то чужих снов. Похоже, мы зря боимся манипуляций нами. И так во всем манипулируют. Только мы почему-то не хотим учиться и думать. Волчок, который использует молокоп, мне кажется, не каким-то оригинальным фрезеровочным устройством. Это вообще некий универсальный ключик. Дело в том, что параметры реальности, они как бы являются базовыми. Они включены в структуру мозга. Мы на самом деле всегда можем отличить реальность от воображения, если сделаем некоторое усилие. В фильме это выглядит как? Ну, например, проекции, то есть психические образы в сновидении каждого человека работают как лейкоциты. То есть они старательно выталкивают из бессознательного ту самую систему образов, которая чужеродна. Обратите внимание, они это делают сами. И более того, в фильме утверждается, что это можно тренировать. И тренировать это, вне всякого сомнения, можно. Но первым опытом начала любой тренировки, в том числе, вот скажем, тренировки актерского мастерства, является умение концентрироваться. То есть такие вот микромедитации, которые начинаются, как правило, с небольших предметов. Я об этом многократно рассказывал, поэтому совсем подробности приводить не буду. Скажу только, что да, это этапы, когда человек закрывает глаза, отчетливо представляет себе предмет, старается физически его почувствовать, взвешивает его в руке, пытается вызвать тактильную галлюцинацию, научиться чувствовать его в руке. А потом представляет себе некую историю, связанную с этим предметом. То есть смотрит на предмет, представляет его себе, например, огромным и путешествует в этом мире. Что это такое? Это всего-навсего ключик, путь к внутреннему ресурсу. Как только ты отвлекаешься и от реальности, и от образа своего воображения, ты включаешь, если хотите, вот тот самый мир лейкоцитов, который способен с этим внедрением, что ли, бороться. Другой вопрос, что у нас в культуре эти практики не приняты. И в силу этого вместо этих практик, наоборот, пытаемся создать всевозможную систему нереальности. Есть такой культуровок американский, его зовут Ричард Корнингут. Он когда-то замечательно писал, что есть огромная разница между чистым воображением и мышлением. Вот чистое воображение всегда имеет архитектуру, замкнутую. Потому что, по мнению Колин Вуда, воображение творит всегда замкнутую вещь. Буквально сон из фильма начала. А мышление – это некое состояние души, когда мы можем видеть систему таких вещей. То есть, когда мы начинаем видеть идеи, которые соединяют многие разные вещи. Например, если моя девушка, пациентка из премьера, начнет мыслить, она увидит некоторое множество мужских обманов. Скажем, она увидит некоторое множество женщин, которые по-другому реагируют на аналогичные ситуации. Она очень много чего увидит, если перестанет воображать и начнет мыслить. Это совершенно разные вещи. Поскольку мышление предполагает анализ идеи, которая тебя захватила. Между воображением и мышлением нужна пауза. Разница между мол, которая покончила с собой в фильме «Начало», и кобом, фактически заключается в том, что мол живет только воображением, а коб мыслит. Он же вынужден манипулировать другими с нами. И это значит, что он видит систему, видит это самое воображение как бы со стороны. Волчок существует в середине. Это переход между чистым воображением и мышлением. Я концентрируюсь на чем-то другом. И при этом, да, то, что происходит в фильме, ухожу из мира, из этой вещи замкнутой, которая создала мое воображение. Это позволяет мне после этого мыслить и пытаться понять систему того, что происходит. Фактически у нас даже в творчестве не осталось ничего, кроме вот этого воображения в смысле Коллинг Вуда. Мы чего-то воображаем, потом хватаемся за это, как за единственную реальность. Не пытаюсь соотнести эту идею, которая как бы вела нашим воображением. Именно поэтому я пытаюсь предпринять что-то вроде краткого анализа фильма, да, того, что происходит внутри. Образуется некоторый иной взгляд до тех пор, пока я считал фильм только удовольствием воображения. Я отчасти даже побаивался, да, вдруг и со мной можно проводить такие манипуляции. Как только я начал мыслить над фильмом, я оказался в другой точке. Я стал наблюдателем, который понимает, что происходит, что возможно, что невозможно. Я из этой системы воображения вышел. Я отнес некое впечатление воображения в систему мышления. Эта идея перестала быть для меня тайной, то есть чем-то манящим и опасным. Сложно? Ну, в общем, непросто. Но, к сожалению, мы живем в мире, где люди все время замкнуты, как в снах коба, в этих системах собственных образов воображения. Вот думать мы никак начать не можем. Ну, и мне, наверное, осталось пояснить на примере все той же пациентке, когда она сначала научилась немножко переключаться с помощью тех же простейших приемов. А потом у нее хватило сил проанализировать свою стратегию, своего поведения по отношению к мужчинам вообще, а не только к конкретному персонажу. Она довольно быстро, ну, по крайней мере, в течение полугода полюбила другого человека и благополучно вышла за него замуж. Поэтому, может быть, и стоит заниматься тем, чем мы продолжаем заниматься в программе «Серебряные нити» – учиться думать. Продолжение следует... Продолжение следует...